Ноэль Руфьё, сооснователь франкоязычного православного прихода города Фрибург, Швейцария, президент докуменической комиссии по региону Фрибурга, автор курса по проблемам православной диаспоры на богословском факультете Фрибургского университета. Вы говорили, что о грядущем соборе на данный момент существует очень мало информации. Вы также сказали, что на интернет-сайтах практически невозможно найти материалы ни о подготовке собора, ни о позиции церкви на этот счет. И с другой стороны, в интернете на эту тему пишут много откровенных глупостей. Да, я думаю, что на сегодняшний день интернет является совершенно незаменимым источником информации. Но все, что я нашел, это раздел «Собор» на сайте православного центра Шамбези, и раздел этот неполный, и не интерактивный. Я, конечно, не могу сказать, что я просмотрел все православные интернет-сайты, зато на многих блогах я нашел массу совершенно абсурдных сообщений. Нет понимания ситуации, нет представления о целом ряде вещей. И тогда я предложил создать интернет-сайт, а один мой студент, румын, с которым я работал во Фрибурге, сказал, что я готов взяться за создание сайта, посвященного собору. Для этого понадобится содействие церкви, но также, возможно, это можно сделать на основе того, что смогут предложить внецерковные структуры, разумеется, с благословения епископов. Насколько я знаю, вы работаете в Экуменическом институте во Фрибурге? Да, я работаю в Экуменическом институте во Фрибурге, где я читаю лекции на тему православной диаспоры. И там я регулярно общаюсь с православными и неправославными студентами, в частности, с православными студентами из Шамбезии. И они мне говорят, но в Шамбезии ничего не слышно о соборе. А ведь они находятся совсем рядом, в нескольких метрах от секретариата по подготовке собора. То есть подготовка собора — это своего рода закрытая территория епископов, богословов и канонистов, а верующие люди, миряне, действительно совершенно не в курсе того, что происходит. И я понял, что эту ситуацию можно изменить, обратившись к верующим и объяснив им, что они сами должны заявить. Мы хотим знать, что такое Всеправославный Собор. Мы можем вносить свои предложения. Мы тоже можем сказать свое слово. Нам есть что сказать. Вы находитесь рядом с Шамбези, и, разумеется, вы знаете всю внутреннюю кухню подготовительного процесса. На сегодняшний день можно отметить, что даты проведения собора все время переносятся. Не могли бы вы объяснить, почему так происходит? Должен сказать, что на сегодняшний день есть масса деталей, как мелких, так и важных, которые пока еще не решены. Например, я думаю, что на данный момент не составлен регламент проведения собора. Во всяком случае, мне так кажется. А это очень важно, поскольку за этим стоит ряд серьезных вопросов. Кто будет участвовать в соборе? Как он будет работать? Как собор будет принимать решения? И все эти вопросы надо решать сейчас, до того, как назначать какие-либо даты.